Привет, друзья! С вами снова магазин Пульс и сегодня нам предстоит обзор нового велосипеда на нашей витрине Scott Spark 940. Поговорим о нем поподробнее. Данный велосипед представляет из себя двухподвес на колесах 29 дюймов, который предназначен для трейлого катания All-Mountain, агрессивного кросс-кантри. Велосипед, я уже сказал, двухподвес, соответственно, с вилкой и с задним амортизатором, которого здесь не видно. Это фишка фирмы Scott. В рамах последнего поколения амортизатор находится внутри данной карбоновой рамы. Все регулировки также у него присутствуют. Ход задней подвески у данного велосипеда 120 мм, ход передней воздушной вилки 130 мм. Что еще у него интересного из технических особенностей? Современные стандарты крепления колес. Колес под вставные оси Boost спереди на 110 мм и сзади ось вставная тоже стандарта Boost. Размер 12 на 148 мм. Крепление под петух SRAM UDH. 12-скоростная трансмиссия фирмы SRAM. За торможение отвечают комплектующие фирмы Shimano. За подвеску элементы фирмы RockShox. В частности, вилка здесь, еще раз напоминаю, с ходом 130 мм. Модель RockShox Spike. Разумеется, воздушная, с удаленной блокировкой, с регулировкой скорости отскока. Задний амортизатор также фирмы RockShox. Модель Deluxe с регулировкой скорости отскока и с блокировкой. Блокировка у этого велосипеда очень интересная. Как и у большинства моделей велосипедов фирмы Scott, двухступенчатая. То есть, рычаг блокировки имеет три положения. Начальное положение, подвеска полностью разблокирована. Один раз нажимаем рычаг, подвеска зажимается. Так сказать, становится чуть-чуть более жесткая и упругая. И чуть-чуть сокращается ход. И еще раз нажимаем. Полностью блокируется. И спереди, и сзади одновременно. Дальше можем вернуть в среднее положение и в начальное. Это вот так вот делают данный производитель на своих трейловых и кросс-контрейных моделях. Задняя подвеска у данного велосипеда имеет однорычажную конструкцию. Проверенная, надежная. Прекрасно себя показывает на всех неровностях. Очень хорошо подходит для прогулочного катания, а также для спортивной эксплуатации. Перейдем к колесам. Колеса у данного велосипеда, напоминаю, 29 дюймов. Обода здесь идут увеличенной ширины, с внутренней шириной 30 мм. Обода, так же, как еще многие комплектующие на данном велосипеде фирмы Syncros. Обода, разумеется, под бескамерную эксплуатацию. Шины также бескамерные, фирмы Schwalbe. Немецкая модель Wicked Wheel. Мы ее так называем. Верхняя модификация ADX EVO. Разумеется, в стандартной комплектации камеры стоят, но покрышка бескамерная. То есть, для того, чтобы перейти полноценно под бескамерку после покупки данного велосипеда или подобных, вытаскиваются камеры, заливается герметик и можно эксплуатировать велосипед бескамерно. Шины шириной 2,4 дюйма, 2,40, очень широкие, полноразмерные, зубастые, накатистые, классные верхние модели, очень универсальные. Торможение, я уже сказал, что это фирмы Shimano, конкретно модель тормозов MT501. То есть, тормоза, разумеется, гидравлические и перед, и зад. Мощные и надежные, с популярными колодками, никаких проблем нет, проверенное шимановское качество. Дальше, что еще есть из интересных особенностей. На данной раме предусмотрено два крепления под флягодержатели, либо флягу-насос. Причем, крепление на нижней трубе можно перемещать. Два вида есть крепления для фляжки, повыше и пониже. Руль, вынос, руля, подседельный штырь, также у данного велосипеда все регулируется. Это также компоненты дочерней фирмы Scott, производителя Synchros. Алюминиевый руль и вынос, подседельный штырь. Вынос регулируется по высоте, руль можно чуть-чуть отклонять вперед-назад. Что примечательно, у данного велосипеда используется также рулевая колонка фирмы Synchros. И она идет с возможностью регулировки угла наклона. Можно изменить угол наклона рулевой колонки на 0,6 градусов. Необходимые детали все идут в комплекте с велосипедом. Подседельный штырь на данном велосипеде используется также фирмой Synchros, модель Duncan 2.0. Стоит так называемый дроппер с ходом седла по вертикали 150 мм. То есть, в зависимости от пожелания владельца, можно изменять прямо на ходу высоту седла в диапазоне 15 см. Для этого предусмотрен отдельный рычаг на руле велосипеда. Это нужно для того, чтобы проходить какие-то крутые спуски безопасно, прыгалки проезжать, приземляться безопасно. И иногда полезно в городской езде при торможениях на светофоре. Поподробнее поговорим о трансмиссии. Как я уже говорил, используются комплектующие фирмы SRAM. В основном здесь используются две серии NX и SX. Монетка SRAM SX на Eagle на 12 скоростей. Кассета аналогичная тоже SRAM SX с диапазоном от 11 до 50 зубьев на 12 скоростей. Переключатель SRAM NX, шатуны SRAM X1 со звездой на 32 зуба на RUG-WIDE. То есть, со звездой, с которой не слетает цепь. Цепь используется также фирмой SRAM с замочком. Ну, что вам еще сказать, друзья, про этот велосипед? Велосипед классный, надежный. Очень легкий, благодаря карбоновой раме. С современными, легкими, проверенными, надежными комплектующими. Этот и другие модели велосипедов SCOT, а также велосипеды других известных производителей, вы можете приобрести в сети магазинов Пульс. Приходите, будем вам рады.